Надежда на то, что эти встречи и долгие месяцы переговоров все же приведут к миру все, что осталось у этих людей. Обстрелы, бомбежки и страх заставили их бежать от войны, оставить свой дом и пойти в неизвестность. Ведь на кону было главное – жизни семьи и детей. За все время вооруженного конфликта в Украине в нашу страну переехали тысячи людей. И для многих из них белорусская земля стала родным домом, где можно спокойно трудиться, воспитывать детей и строить надежный дом с крепким фундаментом. Реальные истории в репортаже Александра Смирнова. Гомель – самый близкий для украинских переселенцев областной центр Беларуси. Самый близкий не только географически, но и по духу. Именно сюда судьба забросила Наталью и Татьяну. В родном Донецке они дружили с самого раннего детства. На войне страшно все. Страшно потерять. Потерять близких, потерять дом – это очень страшно. И страх неизвестности, когда ты не знаешь, что с тобой может произойти. И самое страшное, что ты ничего не можешь сделать с этим. Наталья признается, когда начались обстрелы и бомбардировки, больше всего испугалась за детей. Поэтому бросила в Донецке все, собрала семью, сбережения, небольшие пожитки и переехала в Гомель поближе к родственникам. Бросила все, кроме друзей. Спустя некоторое время она буквально заставила Татьяну и двух ее детей перебраться в Беларусь. Стреляют. И нас родители увезли, чтобы мы хоть могли поиграть, так и тут тихо. Ну, тут могли играть, ходить куда-то. И тут у нас есть дом. Сначала обе семьи попали в пункт временного размещения. Им помогли оформить документы, найти жилье и работу. Сейчас обе подруги устроились в кризисном отделении Центра соцобслуживания, где помогают в том числе и своим землякам – переселенцам. Сейчас они более адаптировались к нашим условиям. Конечно, они чувствуют себя в полной безопасности. Но все равно замечаю, потому что я уже давно работаю психологом, я все равно замечаю, что у них в глазах тоска по родине, по близким, родным, которые там остались. Но они стойко держатся. Молодцы. По некоторым данным, почти за два года вооруженного конфликта на Донбассе из Украины к нам перебрались около 9 тысяч человек. В текущем году в Беларуси почти тысячи иностранцев из 19 стран мира предоставлена так называемая дополнительная защита. Большинство из них, а это 80% – украинцы. С учетом того, что указ президента Республики Беларусь-420, знаменитый для украинцев, которые переехали сюда, в Беларусь, там масса льгот по трудоустройству, по помощи деткам. И это очень помогает украинцам в Беларуси. Мы с уважением относимся к этому указу и к президенту Александру Григорьевичу за его искреннее отношение и уважение к украинскому народу и государству Украины. Дети Натальи и Татьяны ходят в школу и детский сад. Тем временем сами взрослые не скрывают, всерьез задумываются о сесть в Беларуси. Хотя вопрос безопасности стоит все еще остро, по родине скучают и вспоминают мирную Украину каждый день. Хочется, чтобы позвонили родные и сказали, Тань, возвращайтесь, у нас все закончилось. Наконец-то мир. Александр Смирнов, Ольга Холодович и Андрей Ястребов. Агентство теленовостей.